Байер побил рекорд Баварии. Рекордная для участников в Бундеслиге серия без поражений теперь у Байера. Команда Хаби Алонса сегодня одолела Майнс со счетом 2-1 в 23-м туре чемпионата Германии. Ливеркузенцы стали первым клубом Бундеслиги, сумевшим избежать поражений на отрезке в 33 игры во всех турнирах. Предыдущий рекорд принадлежал Баварии – 32 матча в 2019-2020 годах. Байер еще не проигрывал в текущем сезоне. Он одержал 29 побед и 4 раза сыграл ничью. Бахтиюр Зайнудинов разозлил фанатов Галатасарая. Почему они требуют дисквалифицировать казахстанцев? В турецком твиттере заверсился ролик Зайнудиновой машине после матча. В одном из твиттеров фрагмент набрал уже свыше 800 тысяч просмотров. На видео фанаты Бешикташа распевают нецензурные кричалки в адрес своего принципиального соперника Галатасарая. А Зайнудинов отвечает им на турецком и английском. Фанаты Галатасарая требуют от Турецкой футбольной федерации дисквалифицировать Зайнудинова. Они вспоминают два случая, связанных со своими игроками – Филиппо Мыло и Мауру Инкарди. На них открывали дело в Комитете по этике за провокационное поведение на поле. В следующем туре Бешикташ 25 февраля сыграет с Истанбулспором, а 3 марта с Галатасараем. Зайнудинов находится под угрозой дисквалификации из-за перебора желтых карточек. В первом круге против Галатасарая его заменили в перерыве. Экс-игрок Эвертона Ли Те получил пожизненный срок в Китае. Ли Те в ходе игровой карьеры, выступавший за Эвертона, Шеффилд Юнайт и китайские клубы, с 2019 по 2021 год был тренером сборной Китая. Его уволили, когда сборная Китая потеряла шансы на выход на чемпионат мира 2022. В ноябре 2022 года Ли Те стал фигурантом масштабного расследования о коррупции в китайском футболе. Тогда же тренер был заключен под стражу. На допросе он сознался в многочисленных взятках, в том числе за возможность поработать главным тренером сборной Китая. В 2018 году Ли Те заплатил 3 миллиона юаней, а это примерно 422 тысячи долларов, чтобы возглавить национальную команду. Кроме того, он признался в организации договорных матчей во второй по силе Китайской лиги. Сегодня стало известно, что Ли Те приговорен к пожизненному заключению за коррупцию.